В январе 2022 год. График доставки пенсионных пособий изменился. Некоторые пенсионеры получили пенсию за текущий месяц уже в конце декабря 2021 год. Однако основной части престарелых граждан перечисления произведут в ближайшее время. Также, с января страховые пособия увеличены, но не все россияне обрадовались очередной индексации. Последние новости об изменении пенсии с января 2022 год. Официальный представитель ПФР сообщил, что гражданам, которым обычно пенсионные пособия приходят на карту в период с 1 по 9 число, выплаты произведены в конце декабря. Остальные граждане смогут рассчитывать на получение пособий по традиционному графику, составленному с небольшими коррективами. В частности, поменяется дата доставки пенсий почтовыми отделениями. Средства за 1, 4 января выплатили 4 числа, пособия за 5, 7 выдали 6.01, а 8 января пенсионеры получат обеспечение за период с 8,01 по 10,01. Престарелые граждане начали получать страховую пенсию в увеличенном размере. Сумма индексации составила 5,9%. По официальным данным, после перерасчета средние пенсионные обеспечения по стране составят 17 тысяч рублей. В ПФР сообщили, что индексация пособий пенсионеров запланирована и на последующие годы. В 2022 году их увеличили на 5,9%. В 2023 году песни поднимут на 5,6%. На 5,5% запланирована индексация пособий на 2024 год. Надо отметить, что с января 2022 год вступают в силу новые правила, касающиеся пенсионных обеспечений. Теперь судебные приставы и банки не смогут взыскивать денежные средства, выплачиваемые пенсионерам ПФР в счет погашения долгов по кредитам, но только в том случае, если человека признали банкротом. Еще одно изменение касается досрочного назначения пенсий. Россияне предпенсионного возраста смогут выйти на заслуженный отдых чуть раньше, если в регионе объявлен режим ЧАЭС, для назначения обеспечения нужно обратиться в ПФР. Также некоторые виды социальных пособий, пенсии по инвалидности будут назначаться в беззаявительном порядке. График доставки пенсий на январь 2022 год. Пенсии за 1-е, 9-е января поступили на карты гражданам в конце декабря. Следующие перечисления кредитной организации произведут предположительно 17 и 21 января. Почтовые службы доставят пенсионные пособия за январь по следующему графику. Начиная с 10 января, Почта России продолжит доставлять пенсии по традиционному графику, без каких-либо изменений. Пенсионеры возмущены низкой индексацией пенсий в январе. С января 2022 год страховые пенсии проиндексированы. Однако не все пенсионеры обрадовались повышению. Все дело в том, что в 2021 году уровень инфляции составил 8,3%, а пенсионные обеспечения увеличили лишь на 5,9%. И это несмотря на то, что власти, в том числе лично президент РФ, Путин неоднократно обещали, что отныне пенсии будут каждый год повышать сверхуровни реальной инфляции. Однако, как подошло время, никто своего обещания так и не вспомнил. В Госдуме ответили на возмущение пенсионеров. Действительно, в новой конституции закреплено правило ежегодного увеличения пенсий. Но там не сказано, что пособия граждан должны индексироваться сверх инфляции, поэтому с законодательной точки зрения власти права. Насколько хотят, настолько и повышают, хоть на 1%. Люди в соцсетях не перестают удивляться и возмущаться великой щедрости депутатских господ. Некоторые даже предлагают посадить представителей власти на такое денежное довольствие. Экономист рассказал, как законно увеличить пенсию. Доктор экономических наук, профессор В.Ш. Евгений Гантмафер рассказал, чтобы законно увеличить пенсию, о ней нужно задуматься заранее. К сожалению, в России не такая система, как за рубежом, поэтому россияне должны сами создавать свое будущее. Тем более, что у нас еще не такая плачевная ситуация, как, к примеру, в Китае, Пакистане и Индии. Там пенсии получает лишь небольшая часть населения. В первую очередь нужно избавиться от серых доходов. Ведь, чем выше официальная зарплата сегодня, тем будет выше пенсия завтра. Экономист отметил, что если вернуть прежнюю пенсионную систему, то ничего не изменится. Ведь денег, как не хватало, так и не хватит. Чтобы значительно поднять пособие, необходимо увеличить сумму ежегодных отчислений в ПФР, а для этого в России не хватает трудоспособного населения. Вот и получается, если сегодня человек шокует, наотрез отказывается уплачивать страховые взносы, то завтра он вообще может остаться без пенсии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok